всем привет сегодня я еду опять к своему знакомому коллекционеру у которого я забирал люкс tradivari и две переходки и сегодня я забираю еще один люкс очень интересный автомобиль у него уже есть покупатель мой подписчик уже давно обсуждали этот автомобиль меня просил найти что нибудь интересное я ему предложил его и вот он завтра прилетает москву и сегодня мне нужно этот автомобиль забрать завтра он посмотрит и если ему все понравится он его заберет люкс очень интересный него мотор 18 он покрашен в металлик металлик не заводской чем такой фантазийный автомобиль получился в стиле кастом на широких дисках разваренных с жигулевской пятиступкой чем едем видите я забрал москвич вот так он выглядит на таких колеса щах в таком вишневом бордовом металлике бампера в цвет кузова сейчас покажу салон салон перешит вот так все это выглядит мотор 18 коробка жигулевская пятиступка тут правда запылилась чуть-чуть все в общем вот так вот ну все поехали дай домой доедем завтра покажу его сейчас уже вечер завтра покажу его более детально расскажу заведем прокатимся а 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 я добрался до дома все отлично сейчас попробуем заехать своим ходом я уже его завел когда забирал работает он изумительно мотор там абсолютно новый он даже обкатку не прошел но есть проблема у него вытек при нажатии первом же нажатии на сцепление вытек рабочий цилиндр сцепления поэтому заведемся со стартера и заедем на первой передаче сейчас покажу как он изумительно работает с полтычка ну все буду отцепляться и заезжать а завтра днем расскажу вам про этот автомобиль рассказ про этот автомобиль я начну с самого начала именно с 2010 года когда этот автомобиль я купил втуле и выглядел он вот так у него был небольшой пробег 46 тысяч километров но при этом он был сильно заколхожен измазан антикором подкрылки на нем стояли ужасные эти да это тоже бывший мой автомобиль а как вы заметили по фото был он цвета таракот это начало 87 года уже достаточно поздний автомобиль феврале 87 пропали вот эти погонщики поэтому это автомобиль начала года и ко мне когда его продавал 11 лет назад ко мне приехал человек его посмотреть и в общем с этим человеком мы так и познакомились в итоге он его купил но качество был он не того кого который он хотел он меня попросил найти ему автомобиль в изумительном состоянии в общем я поискал и следующий автомобиль который я ему купил был вот такой люкс с пробегом 35 тысяч километров но правда тоже колхоза на нем хватало этот автомобиль был восемьдесят четвертого года более ранний в редком цвете волом в такой цвет красили только восемьдесят четвертом и в начале 85 года ему этот автомобиль очень понравился он в него прям влюбился он до сих пор у него в коллекции и в знак благодарности он пригласил меня в ресторан мы с ним отлично посидели и я рассказал чем занимаюсь в общем мы подружились и с тех пор у него тоже коллекция благодаря мне в частности разрослась до огромных размеров и теперь часть автомобиля он хочет продать потому что уже они просто не помещаются а так как этот автомобиль данный который мы сейчас смотрим был уже дублем он решил из него сделать вот такой вот кастом ну дизайн достаточно спорный но он хотел на нем периодически выезжать чтобы автомобиль был быстрый но так и не сложилось человек занятой общем об этом он только мечтал и так за 10 лет автомобиль никуда не поехал то есть как его сделали он собственно все время стоял поэтому вчерашний завод этого автомобиля случился через 10 лет после того как этот автомобиль сделали вот ну про техническую часть я расскажу чуть позже сейчас мне нужно сделать сцепление потому что скоро прилетает покупатель и я хочу чтобы автомобиль был на ходу поэтому сейчас займемся сцеплением а потом я еще расскажу про что с ним стало теперь с этим автомобилем так я попробую обойтись заменой манжетки сейчас разберем цилиндр какой-то стоит пыльник не родной все вытекло так сейчас вытащим запорное кольцо поршень выдавим и поменяем манжетку я думаю все будет работать вроде там даже не сильно ржавая ну почищу я зеркало чтоб все работало так сейчас вытаскиваем ступорное кольцо как вы можете видеть тут стоит жигулевская коробка через переходник вот поршень выходит у нас ну про это я отдельно расскажу может заедем на эстакаду и детально все посмотрим как тут все реализовано так что мы видим алюминиевый поршень весь в задирах сейчас мы его отшлифуем полируем и рваная манжетка вот в ней дырка сейчас все это поменяем и будет как новенькая поршень я отшкурил отполировал на полировальной машине и он теперь как зеркало вот нас новый еще манжетка все сейчас будем все это ставить назад так вставляем манжетку там я тоже кстати все зашкурил отполировал сначала 400 шкурка потом 2000 так что вроде зеркало живое так теперь поршень около теперь он входит вообще отлично и стопорное колечко можно было конечно все это сделать на эстакаде но она больно крутая там у меня и без сцепления с первого раза заехать на нее будет опасно поэтому решила сделать все здесь на полу тем более тут несложно все это сейчас 1 1 колечку только вставим так все стоит у нас сейчас прокачиваем и еще проверим свободный ход мне кажется он большеват так ну что теперь время прокатиться я учусь полоснул чтоб он хорошо выглядел сейчас покупатель приедет его смотреть поехали попробуем посмотрим как будет все работать первый выезд за 10 лет так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долго кататься не будем. Сейчас проеду, тут кружок сделаю. А то масло же тоже старое в машине. Бензин я вчера заезжал на заправку, подлил свежего бензина, чтобы он хорошо работал. Сейчас быстро гонять не будем, мотор не обкатан. Вот так вот выглядит рычаг к Жигулевской ГПП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, видит он хорошо. Единственное, что тут что-то в руле какой-то пластик поскрипывает, надо посмотреть. Спидометр у нас не работает, потому что КПП Жигулевская, а спидометр москвичевский, там не совпадают тросы. Поэтому спидометр у нас отключу. Теперь я расскажу про мотор, который стоит в этом люксе. Это УЗАМ 3313, объемом 1800 кубических сантиметров. Он абсолютно новый. Вот, смотрите, видите, какая красота, чистота. Он под 76-й бензин. Эти моторы использовались в московском такси. Светогоры были, желтого цвета, если кто помнит. Вот, также был такой вариант мотора 3318, который был под 92-й бензин. Соответственно, этот мотор был куплен абсолютно новым. У него был заменен картер сцепления, подшипник в маховике, поддон и маслоприемник. И, собственно, его после этого можно было уже поставить в Москвич 2140. Также в автомобиле применено электронное зажигание. Вот стоит такой удлинитель. Такой удлинитель использовали в гонках, в ралли, чтобы, влетая в лужу, не заливало трамблер. Очень полезная вещь. Вот, а так, мотор, вы видите, у него и бензонасос родной, и фильтр, который на заводе ставили, хомуты, все заводские, карбюратор, соответственно, тоже. В общем, вот такой мотор. Еще он не обкатан, надо в нем поменять масло, и уже можно будет его нормально обкатать. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас я поеду в аэропорт за покупателем, зовут его Николай. И после этого мы приедем с ним, и он уже посмотрит своим взглядом на автомобиль. Я встретил Николая в аэропорту, вот привез. Это его первый взгляд на автомобиль. Могу сказать пока что, ух ты! Не, ну красочка, конечно, сияет. Красота, разварочки, все дела. Чем-то обрабатывали, да? Ну да, там антикор делали. Открытый? Да, вроде, ага, открытый. А камушонку сделали, да? Я его не делал, поэтому, да, я рассказывал, что я уже видел результат только этой машины, поэтому... Это просто это, только это, ограничитель новый. Да, может быть. Обалдеть. Запах, запах, ну, не нового москвича, но новой машины есть. Москвич, он чуть-чуть по-другому пахнет. А это даже не знаю, что. Ну, новая. Я, кстати, первый раз в жизни вижу незаезженный люксовый руль. Они обычно стерты уже к ДФС. Ну, тут, вы видите, у него 46 тысяч пробегов, вот, адометр его родной. Ну, да, похоже, что... Ну, можешь заводить. Ручник, кстати, держит, если что. Живулевская коробка, луки-палки, как непривычно. Сцепление можно не нажимать. Работает. А в багажнике тут у нас... Опа! В багажнике у нас вот молдинги, которые, про которые мы говорили. Это все комплект. Это полный комплект, да, вот они даже, ну, большинство из них новое. Вот это родной, двусторонний скотч. Еще живой, можно нанеклить. Не знаю, надо попробовать. Немного лета, годов-то. Лет и годов. Собственно, как просили домкрат. Домкратик, все. Вятка к нему. Так, и это фонарь еще. Потому что фонарь, почему-то поставили один бэушный. Один новый, один бэушный. И он дал еще один фонарь новый. Так что... Он, может быть, не совсем новый, но он выглядит очень хорошо. Я пойду сюда смотришь. Да, да, что она не пожелтела. Более-менее, да. Ну, вот это, конечно, плюс... Сколько там? Сто? В третьем году, да? Красная. Тюбинг. Да. Так, антифрис. Ну, что меня радует, Стас. Да. Действительно радует. Это сохранившаяся вентиляция. Надеюсь, там же клапаны работают. Ну, если не работает, это мило. Потому что, вот, когда плохая погода, там, туман, зимой, это все здорово влияет. Когда вентиляции нету, у меня стоят динамики в ней заткнутые. И здорово потеет за ним стекло. Ну, это да. А когда еще обогрев не работает? Нет, тут вроде должно все работать, обогрев в том числе. Ну, я тогда просил вас это проверить. Вроде бы все работает, да? Ну, да. Не, ну, в жизни оно нормально смотрится. Не парнишки баловались. Хорошо тут. О, вот черные ручки, это шик. Мне почему-то они на фотографии оказались белыми. Я уже стал искать черные. Я даже, блин, их купил. Ага. Ну, ничего. Ну, может, еще попадется оригинальные люксы. Еще оригинальные? Да. Не знаю. Знаете, коллекционеры как? Все, что больше двух, уже превращается в коллекцию. Да. Мы сейчас решили съездить на эстакаду. Посмотреть, как внизу там все устроено. И Николай как раз попробует прокатиться. И почувствовать. Да. Что? Да, налево. Я с непривычки не помню, какая мне крута. Что-то, что-то, на четвертое. Есть. На четвертое едем. Ну, чувствуется, не ход, не обкатанная машина. Конечно, это, конечно, так что, да? Ну, да. Дело времени приказается. Мы заехали на эстакаду. Сейчас глянем, что там у нас внизу. Состояние радует. Рессоры новые. Мост, не знаю, может, мост тоже новый. Глушитель новый. Это сделано по шприцу. Нормально, грамотно сделано. Жигулевский кардан. Коробка через плиту стоит. Передняя подвеска тоже новая. Третья опора тут самодельная. Да. Самодельная в вареный в кузов. В вареный в кузов. Там уголки приварены. А складанные. А родные ушки, да, не задействованы. Это если очень захочется на зал. Да. Все можно вернуть в исходное состояние. Я отвез Николая в аэропорт. Он попросил 2-3 дня на раздумье. В целом автомобиль ему понравился. Но цена для него немаленькая. Ему надо на это решиться. Так что ждем пару дней. И уже будет понятно, забирает он его или нет. У меня прошла неделя. И как вы видите, москвич все еще у меня. Стоит. Уже запылился. В общем, так от Николая конкретики и не прозвучало. История эта давняя с ним. Я ему фотографии этой машины прислал еще в январе месяце. С того времени он меня много раз спрашивал про эту машину. А что с ней, а как, а какая-то сделана, а эта новая, а что там менялось. В общем, все ему рассказывал. В итоге он сказал, буду искать деньги и приеду забирать этот автомобиль. Ну, думаю, ладно, пусть ищет деньги. В итоге, в начале апреля написал мне, что после майских праздников он приедет его забирать. Думаю, ну хорошо. В общем, я поехал, его забрал у хозяина. А потом вы все видели, как он приехал, посмотрел. И говорит, а как ее можно доставить ко мне в Пятигорск? Я говорю, ну все очень просто. Есть автовоз, я договорюсь. Могу даже привезти к автовозу, загрузить, помочь отправить. Говорит, все здорово. А можно я еще паузу возьму? И, в общем, ни с чем. Улетел обратно к себе домой. Я думаю, ну, как бы, наверное, на фотографиях одно, в жизни другое. Хотя, вроде, все ему понравилось. Очень странно. Через три дня он мне звонит, говорит, все, Станислав, я все-таки решил его покупать. Давайте я вам переведу деньги, а вы мне его пришлете автовозом. Я говорю, хорошо, давайте. В общем, несколько дней он завтра-завтра, завтра-завтра. И сегодня был вообще полный привет. Он мне написал, денег нет, покупать сейчас ничего не буду, может быть, позже. И тут, конечно, у меня уже даже никаких нет эмоций по этому поводу. Я, в общем, нахожусь в таком тихом шоке. Поэтому так автомобиль не куплен. Так вот зря я его, наверное, забирал. Стоит у меня здесь уже, пылится. Еще момент был. Он говорит, мне не понравилось, как сшито сиденье. Ну, рисунок не понравился. Говорит, не могли бы вы попросить у хозяина, чтобы он мне отдал сиденье оригинальное. Все, я договорился с хозяином. Сегодня съездил. Забрал сиденье оригинальное в идеальном состоянии. Договорились там, сколько стоят эти сиденья. За 15 тысяч он их готов отдать. В общем, ездил сегодня опять туда же. На другой конец Подмосковья. И в итоге приходит вот такое сообщение, что покупать не буду. Деньги ушли там на стройку или еще куда-то. В общем, я, честно говоря, очень удивлен. Поэтому автомобиль не продан. Все вам показал про него, вроде рассказал. Так что, если есть у кого-то заинтересованность в таком автомобиле, то пишите на почту. Все расскажу про цену. Автомобиль с документами. Единственное, что мотор, который у него стоит, он не оформлен. Родной мотор был утрачен. Вот, поэтому с оформлением мотора не знаю, как быть. Это вот единственный минус. Все остальное вы видели, автомобиль на ходу. Так что, пишите, кто заинтересовался. А я на такой грустной ноте буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.